ЗАПАДНАЯ Армения ЗАПАДНАЯ Армения ЗАПАДНАЯ Армения Фактически 19 января 1920 года, 1 марта 1920 года до юра Верховным Советом Союзных и Соседних Держав 11 мая 1920 года. 10 августа 1920 года сербским договором был признан Турцией с официальной границей, которая была принята арбитражным решением президента Убдра Уильсона 1920 года, 22 ноября. Республика Западной Армении не будет сотрудничать с Турецкой Республикой в рамках соответствующих конвенций и протоколов до тех пор, пока не освобождение от оккупации ее территории и полное устранение его последствий не будет, а также урегулирование вопроса геноцида и его репарации, совершенного на ее территории с 18 декабря 1917 года. Представляем вашему вниманию статью, опубликованную агентством «Спутник Армения». Думал ли арцахский князь Мелик Шахназар, что его союз с вождем тюркоязычного племени Джованшеров, Панахом Али, в дальнейшем Ханом, приведет к тому, что Шуши станет городом-символом армяно-азербайджанского противостояния? Население Шуши до Первой войны составляло 90% к 10% в пользу азербайджанцев. Хотите сказать, что Шуши с 90% азербайджанским населением является армянским по статусу? Заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Эта фраза до сих пор не дает покоя не только карабахским армянам, но и всем, для кого Шуши стал городом-крепостью во всех смыслах. Что армянского в этом измученном городе? Попробуем вам рассказать. Армянские кварталы Шуши занимали верхнюю и центральную часть города. Верхняя западная часть Шушинского плата стала застраиваться после присоединения Карабахского ханства к России в 1805 году. К этому времени Шуши был уже одним из крупнейших городов Закавказья. Армянская часть занимала 65% от всей площади города Шуши и делилась на 18 кварталов. Мегретсоц, Агулетсоц, Казанчетсоц и другие, которые были хорошо благоустроены и их нередко называли маленьким Парижем. Большинство домов были из белого камня с красными черепичными крышами, выступающими резными балконами, арками, сводами и колоннами. Среди армян были популярны европейские типы городской застройки. В армянской части города имелось 7 тысяч жилых и административных зданий, в том числе 5 церквей, 1 монастырь, более 300 магазинов, 15 школ, 1 гимназия, 1 училище, 1 театр, 6 библиотек, 16 читальных залов, 23 типографии. В своем авторском фильме Нелли Горебян представляет хронику жизни армян, переселившихся в Восточную Армению из разных областей Западной Армении. В фильме представлено население, размер территории культурно-экономической жизни семи провинций Западной Армении. Указывается, сколько армян проживало до геноцида, сколько осталось в разных штатах после геноцида и депортации. Рассказывая о Диарбакирите Гранакерте, говорится, что находясь в центральной части, этот район пострадал во время геноцида больше всего. Очень немногие смогли избежать геноцида, перебравшись в другие провинции и в Восточную Армению. В 1878 по 1880 годы, когда Харберт был учрежден как отдельная провинция, он был присоединен к неармянским провинциям, в основном населенным курдами. Это была особая политика властей с тем, чтобы армяне не имели большинства в каждой провинции Западной Армении. Историк представляет Себастью, которая выделяется самым многочисленным армянским населением. Фильм доступен по следующей ссылке. По случаю 42-й годовщины победы Исламской революции в Иране на армянском кладбище Исфагана состоялась церемония поминовения погибших армян. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает агентство ИСНА. На церемонии поминовения присутствовали предстоятели армянской епархии Исфагана и духовные лица, члены семей погибших и члены армянской общины. Присутствующие дали дань памяти самоотверженности погибшим армянам. Госдеп США проверк обвинения главы МВД Турции о причастности Вашингтона к попытке переворота в июле 2016 года. Соединенные Штаты не участвовали в попытке госпереворота в Турции в 2016 году и сразу же осудили ее. Недавние утверждения об обратном, сделанной высокопоставленными турецкими чиновниками, абсолютная ложь. Эти замечания и другие необоснованные и безответственные заявления об ответственности США за события в Турции несовместимы со статусом Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера США, говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса. Древний город Мардин на западе Армении действительно одно из самых важных мест для посещения. Многие постройки в этом сказочном городе, привлекающие внимание архитектурными деталями и красотой, отличаются от других построек, характерных только для Мардина. Если вы хотите увидеть архитектурное и культурное наследие наших предков с древних времен, то самое время отправиться в Ван. В старинном городе Мардин залы под названием Абара, построенные на исторических улицах, с арочной аллеей привлекают внимание местных и иностранных туристов. Количество арочных переулков, которое до недавнего времени составляло 106, достигло 57. На 3-5 метров ниже каждого переулка есть еще переулок. Они служат переходом из одного района в другой. Длина аллеи 5,25 метров. Их высота варьируется от 1,5 до 5 метров. В прошлом эти переулки облегчили передвижение предков. Мы должны защищать эти уникальные сооружения, поскольку это культура, которую нельзя потерять. В издании «Жизнеспособное наследие» регионального центра нематериального культурного наследия Юго-Восточной Европы, центров Софии, действующего под эгидой ЮНЕСКО, были опубликованы статьи, посвященные сохранению армянского нематериального культурного наследия. Как сообщили новости Армении, Ньюс.ем в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики, в частности опубликованной статьей руководителя театра «Теней» Айруги Армена Киракасяна. Из истории армянского театра «Теней» и директора по линии образования Центра искусств Гафэшчан Элизабет Шеринян. Алфавит идентичности. Мой армянский алфавит. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Маратук-Ансамбль. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!